Человек несчастный, он ищет оправдание. Где там что сказано, что вот этот человек, да, родился не в том году, да не у тех родителей. У нас многопартийная система, и вполне естественно, что еще у одного вице-спикера свой взгляд на астрологию. Впрочем, с прогнозами на следующий год ознакомился и он. Одно событие в своих гороскопах увидели все опрошенные нами думцы. Это грядущие парламентские выборы. Например, у Владимира Лукина это произошло так. Марс-Зените для раков означает войну. Для депутата война это выборы. Его коллега Геннадий Зиганов даже увидел в своем гороскопе неплохие для себя перспективы. Там прямо написано, что это будет один из самых удачных годов в жизни раков и львов. Сергей Миронов через выборы уже прошел. В следующем году он надеется поработать не хуже, чем в этом. Как лошадь поработав, на отдых не спеши, а целый год до пота ты солном попаши. В политике вообще люди консервативные. В тропиках или на северном полисе ни один из запрошенных нами парламентариев встречать Новый год не собирается. Владимир Лукин двум часам ночи уже планирует заснуть. Самой оригинальной оказалась Любовь с Лиска. Вот мы хотели просто уехать в лес в тишину, где не берут сотовые телефоны, где никто не будет звонить, где мы будем спать сколько хочется. Там, где мы отдыхаем, там, где мы раскрепощаемся. Это лес, природа и животные. Вот хочет хоть три дня провести в такой обстановке. Вне зависимости от гороскопов наши депутаты верят, что следующий год будет лучше прежнего и призывают быть оптимистами и нас. А кроме этого, конечно, здоровья, счастья и удачи. Пусть все сбывается. Пусть у вас случаются чудеса не только для вас, а для тех, кто с вами рядом и украшает их жизнь. Илья Куликов, Дмитрий Кочетков, Светлана Севастенова, Влада Вишневская и Павел Рязанцев. Первый канал. Уходящий год был богат на скандальные происшествия, а некоторых из них наиболее громких, на наш взгляд, в материале Анатолия Лазарева. До лета этого года московский писатель Владимир Сорокин был известен лишь небольшому кругу своих почитателей. Всероссийская же известность свалилась на него неожиданно. Его роман «Голубое сало» критики из числа молодых объявляют порнографическим. В центре города устраиваются показательные акции. Книги писателя бросают в стилизованный унитаз. В обществе вспыхнула дискуссия, что считать порнографией. Некоторые утверждали, что скандал «Делоруксма» Сорокина – своеобразная рекламная акция. Но 11 июля против него возбуждается уголовное дело по 242-й статье – распространение порнографических материалов. За писателя вступились его коллеги. Роман «Лёд» номинируется на литературную премию «Букера». Хотя бы при знании одного из членов жюри, главного редактора журнала «Урал», работы Сорокина не имеют отношения ни к порнографии, ни, собственно, к литературе. Премию Сорокин не получил. В отличие от своего коллеги по писательственному цеху, Эдуарда Лимона скандалы сопровождают постоянно, особенно после того, как он стал активно участвовать в политической жизни страны, примкнув к радикальной оппозиции. До недавнего времени его национал-большевистскую партию считали лишь объединением молодых максималистов, которые в знак протеста закидывают политиков и известных людей комидорами и яйцами. Однако в марте 2001 года в Саратове ФСБ арестовало несколько членов НБП, которые пытались купить оружие, боеприпасы, взрывчатку. Лимонова среди них не было, но следствие полагает, что действовали на сболы по его приказу. Его задерживают и обвиняют в создании вооруженной преступной группы, терроризме, организации незаконных вооруженных формирований. Лимонов виновным себя не признает. В настоящий момент дело слушается в Саратовском областном суде. 12 сентября по дороге на работу неизвестные похищают вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Сергея Кукуру. За его освобождение преступники требуют 3 миллиона долларов и 3 миллиона евро с мелкими купюрами. За поисками топ-менеджера, который по роду службы был запущен некоторым гостайном, следит вся страна, попутно обсуждая зарплату нефтяника – почти 2 миллиона долларов в год. Усилия правоохранительных органов ни к чему не привели. Спустя 13 дней после похищения, Кукура, живой и невредимый, неожиданно сам вернулся домой. По его словам, все эти дни его держали в неком деревянском доме. До сих пор неизвестно, с какой именно целью был украден вице-президент «Лукойла» и был ли выплачен за него выкуп. Анатолий Лазарев, Первый канал. В этом году было много невосполнимых потерь, ушли из жизни любимые всеми актеры, писатели, музыканты, спортсмены. Светлая им память. 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 Пелагея Осиповна Закурдаева Наступление Нового Года на Руси любили праздновать и в столицах, и в глухих деревнях. А Пелагея Осиповне довело встречать целых два столетия. В 1900-м ей как раз 16 исполнилось. Тогда за столом обязательно поднимали рюмку за царя, а много позже за Ленина, за Сталина. За здоровье следующих вождей произносить тосты в новогоднюю ночь было уже не принято. 50 граммов ради праздничка она себе и сейчас может позволить, но не больше. Да и в молодости никогда не злоупотребляла, ведь на пьяную голову много не наработаешь. Вязали, молотили, свеку, свеку обрабатывали. Воярка работала. Корову купила. Самогонку не сделала я? Четверть. Четверть-ка. Вот за четверть-ка и самогонки корову купила я. С тобою встретим мы зарю, на утро я уйду, и на прощание подарю добытую звезду. Она никогда не читала этих строк, написанных ее ровесником Николаем Гумилевым, потому что читать не умеет. Иначе сказала бы, что написано про нее, потому что именно такой была ее первая любовь. За Гришу-то чего замуж пошла? А чего пошла? А чего замуж уходишь? Хочешь за кого? Это судьба. Богу судьбу зовет эту такую. Говорят люди, говорят, первые мы от Бога. А остальные чего, не от Бога? А второй от людей, а третий от черта. Григорий ухаживал за ней красиво, говорит, поросе на конях катал. К нему она сбежала из родительского дома. Правда, счастье было недолгим. Григорий погиб в войну, в первую мировую. Трудно в это поверить, но она родилась в один год с большевиком Сергеем Кировым и русским поэтом Вячеславом Ходосевичем. Две мировые войны, две революции, перестройка, демократизация. Для историков это эпохи. Для нее же всего лишь навсего страница ее биографии. Секретов долголетия она не знает. От болезни спасается табачком, понюхает и голова перестает болеть. Живет в согласии с природой, с рассветом встает, а как только сумерки сгустятся, спать ложится. За собой ухаживает сама, не пройдет просто так мимо зеркала, чтобы не глянуть, да не поправить прядь волос. Иногда еще покрутится, старые наряды применяя. Красиво. Ташкентки покупала я. Сколько ей сейчас лет, она не знает. Или просто не хочет об этом говорить. Предлагает заглянуть в паспорт. Но сейчас уже точно с помощью архивных документов доказано. Пелагея Осиповне 116. У зрителей Первого канала сегодня есть уникальная возможность принять поздравления с наступающим Новым годом от самого старшего человека из ныне живущих на планете. Второй год провожаем, встречаем, дай Бог вам всем и здоровья. Константин Антонов, Владимир Козин, Первый канал, Алтайский край. В национальном календаре северных народов нет такого праздника Новый год. И тем не менее, коренные жители Хантамансийского автономного округа с нетерпением ждали сегодняшний день. Охотникам и рыбакам по рации сообщили, что 31 декабря привезут детей из школы-интернатов. Весть о том, что сегодня на вертолетах будут разводить подавам школьников, сбудораживали с Найханты. Дело в том, что многие дети с отдаленной стойбищ уже несколько лет проводили зимние каникулы вдали от дома. Но в этом году в Хантамансийском округе решили сделать новогодний подарок всем, и взрослым, и детям. Они радуются, он улыбается, все довольные родители, и они тоже. Татьяна Рантьева еще утром охотилась на соболей. Обычно зимой она живет в избушке, построенной в глухой тайге. Но сейчас срочно приехала в главное стойбище. Это место хорошо знают проводники, помогающие вертолетчикам развозить учеников по домам. Здесь собрались и все родственники, которые по опыту знают, что если зимой закружил на дверце вертолет, значит пришел праздник. Школьников нам привезли, значит для нас уже Новый год. Мужчины достают из запастиков замороженную щуку. Свежую ловить некогда, да и холодно. Морозы в этих краях устойчиво держатся на 40-градусной отметке. Женщины топят печь и готовят праздничный стол. Мамы хотят побаловать школьников домашней едой. Специально для них жарят рыбные котлеты. Особенно радуются непривычному веселью и шуму в доме малыши. А Эля там приехала. Смотри, красивые какие, да? Гостей со стороны здесь сегодня не ждут. Вокруг на сотни километров ни одного поселка. Елку в доме тоже не ставят. Люди, живущие среди природы, не понимают, зачем нужно рубить дерево. Ну и дети украшают зеленую красавицу прямо в лесу. Раньше не было Нового года, ханты не справляли Новый год. Это час все уже стали справлять уже Новый год. Цивилизованные стали. Самый популярный тост в стойбищах за детей, чтобы они чаще бывали дома и смогли продолжить дело родителей. А еще охотники обязательно желают друг другу удачи. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Это первый канал из Ханты-Мансийского округа. С Новым годом! Встреча Нового года в разных странах проходит по собственным традициям. Но практически везде его встречают в кругу семьи. Однако не все имеют возможность собраться у домашнего очага в канун этого праздника у себя на родине. О том, как иностранцы, проживающие в России, отмечают приход Нового года, материали нашего корреспондента Игоря Рискина. Зачеркивая в календаре 31 декабря, мы давно привыкли к мыслях, год кончается. А ведь есть на планете и другие календари. Провожать старый год 31 декабря придумали в Европе, но подчинился этой дате едва ли не весь мир. Правда, остаются еще самобытные национальные традиции. И порой последний декабрьский день просто повод, чтобы о них вспомнить. Как известно, на земле живет миллиард китайцев. И вот китайцы все до одного. На Новый год едят пельмени, слепленные собственными руками. Семья посла Китая в России господина Джан Дегуана не исключение. Пельмень в Китае больше, чем пельмень. Многовековой показатель достатка и благополучия. Я много раз кушал российские. Это совершенно разные понятия. У нас начинки разные. Сейчас даже девочки начали делать такие начинки, в которых вкладывать монету. Монету. И чтобы если кому-то достанется вот это пельмень, значит у него большие показатели будут. При этом в Китае принят лунный календарь. По нему Новый год, называемый праздником весны, наступает отнюдь не первого января. Но китайцы не прочь отметить по-европейски. В посольстве нарядили елку. Внучку господина Дегуана поздравляют выращенные в собственном коллективе Дед Мороз и Снегурочка. Вот только салат оливье на праздничном китайском столе неуместен. Тут к пельменям нужна курица по-императорски, овощи и рыба на пару. У студентов возможности скромнее, да и общежитие посольству не чета. Зато есть молодость, силы и задор. Родина Шакилы, Иудея, Шри-Ланка, Кулесма и Мигелеш с Маврикия празднуют сообща, и лишь напитки на столе будут разными. Верующим маврикийцам даже шампанского выпить нельзя под бой кремлевских курантов. С годом старым конголезцы расстаются общиной, молятся Иисусу Христу, вспоминают предков. Тут же импровизированы угощения и танцы. Новый год приходит к ним по московскому времени и подмосковские снегопады. Остается кутаться в теплое пальто и скучать по родному Конго. Да, погода нам не хватает намного, потому что у нас тепло, чем более в это время, в Африке. Таких фруктов нет, например, вкусные. Вот нет здесь, например, папайи, нет здесь, например, маракузи. Но есть в этом празднике и что-то общее для всех. И в Китае, и на Шри-Ланке, и на Маврикии, в Конго принято дарить подарки, вкусно кормить, загадывать желания и петь песни. В России, объединяя традиции, после недолгих репетиций можно спеть русскую песню по-китайски, томильски, креольски и конголезски. Все равно получится про Новый год. Игорь Рискин, Александр Кочетков и Марат Хабибуллин, Первый канал. Хотя по восточному календарю, символом Нового года считается овца в одном из горных селений на юге Китая, не согласны с этим мнением. И для подтверждения своей правоты проводят красочную церемонию, в которой участвует все усиление деревни. За этими горами живут самые странные на земле люди. Они уверены, знак наступающего года не овца, а лягушка. Предание, которое сохранила деревня Динлин на юге Китая, гласит, когда великий Будда не смог приручить жабу, чиновники небесной канцелярии в отместку исключили ее из числа священных животных. Называть мудрую лягуску глупой овцой серьезная ошибка, считают динлинцы. Исправить ее может только ритуал. Им руководит деревенский староста. Каждый год 31 декабря на священном холме Динлина общий сбор. Подготовка занимает несколько часов. Женщины сооружают на головах праздничные уборы, а мужчины устанавливают сложные деревянные конструкции. Смысл ритуала — искупление вины. Если все сделать правильно, в наступающем году небеса прольют на динлин — благодатный дождь богатства. Лучше, если она была бы трехлапой. Так, по легенде, выглядит нерожденная праматерь всех китайских квакушек. Но обычная тоже подойдет. В бамбуковой коробочке ее водрузят на священную иву. Помощник старосты обращается к пленнице за прощением. Теперь ее надо обольстить. Под деревом раскладывают жареную свиную голову, лепешки, пару золотых куриц и крашеные яйца. Суть заклинания проста. Любящий лягушек дорозольет вокруг дома воду, чтобы по утрам слышать их небесное кваканье. Наконец, самая важная часть действа. Здесь говорят, что сорок веков назад на земле появилась волшебная лягушка. Выйдя замуж за воина, она научила его грамоте и другим наукам, которых не знали люди. Тут же возгордился и загулял. Тогда она дала своему избраннику медный барабан, сказав на прощание, «Ищи меня» на одном из колец большого мира. С тех пор странные ритмы звучат над Денлином. Этим барабаном всего полтора века, но рисунок на них точно такой же, как и четыре тысячи лет назад. Он изображает солнечную систему. В центре наше светило, вокруг орбиты всех планет. О том, что они хранители древнего знания, жители деревни уже не думают. Предстоящий год обещает серьезные перемены. Все от мала до велика должны подготовиться к ним заранее. А вдруг Лягушка снова явится? Павел Спирин, Ефим Яковлев, Первый канал, Денлин. В первый день Нового года программе «Время» исполняется 35 лет. С этим праздником мы в первую очередь поздравляем ветеранов первой информационной программы страны. И вас, наши дорогие верные зрители. И какое наше пожелание вам? Оставайтесь с нами в Новом году. Программа «Время». Самая первая информационная программа страны. Очень долго вообще единственная. Когда по всем каналам, 21 час по Москве, подставшую гимном времени музыку Сверидова, полчаса о событиях в стране и в мире. Уникальные кадры внутренней кухни того времени. За 35 лет существования программы поменялось многое. В технике, оформлении студии, в стиле подачи информации. Но многое осталось прежним. Та же невидимая зрителям работа за кадром режиссеров и операторов, монтажеров и осветителей. Зритель узнает программу по лицам ее ведущих. Времени с лицами повезло. Лучшие из лучших. Рассказывали нам тогда и рассказывают сейчас о самом важном к этому часу. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Советский Союз серьезно настроен менять к лучшему ситуацию в мире. К сегодняшнему утру земледельцы Новосибирской области засыпали в закрома государства миллион тонн зерна. Больше месяца демонстрировалась в крупных индийских городах выставка «Дизайн в СССР». В Псковской области находится выездная бригада программы «Время». Тема сегодняшнего репортажа – развитие аренды в области. Лица той программы «Время», узнаваемые старшим поколением просто по голосам. Сегодня они снова в Останкине, в том месте, где работали многие годы. Юбилей программы отмечают на скорую руку шампанским из пластиковых стаканчиков. Святая святых в комнате выпуска, где, как и многие годы назад, программа готовится. Конечно, давай. Вот что, ребята, думайте, пусть мы доживем до 2000-го. Вообще эти цифры, по-моему, когда-то воспринимались. Мы в другой век перейдем. В 2003-й. А уже в новой седине, чем вновь. А рядом идет обычная ежедневная работа. Сюжеты, тексты ведущего, только что полученная картинка. Информация – это конвейер. Пышных торжеств обычно не бывает. Собраться всем вместе невозможно. Обязательно кто-то должен оставаться на рабочем месте. Лица той программы «Время» так и не присели за стол ведущих программы нынешней. Вот она в студии. Здравствуйте. Пока Кирилл не пришел, надо ввести партнер. Да, видим, видим. Так, куда бы сеть. А то ведь он сейчас начнет. Ну, я не знаю. Это называется дупель. Значит, мы на эту камеру говорим. Да. На эту сейчас. На какую? Вот, на летучую. На франту? На летучую. Да, да, да. Это то, что обычно зрителям не показывают. Не секрет, что любая съемка на телевидении тщательно готовится. Такова специфика самого телевидения. Тем более, если это съемка поздравлений зрителей. Тем более, если это поздравление с Новым Годом. От тех, кто вел когда-то программу «Время». С Новым Годом, дорогие друзья. Будьте здоровы, счастливы. Пусть все у вас будет хорошо. Дай Бог вам душевного покоя и душевной радости. С Новым Годом. Желаю вам любви и счастья. Здорового, благополучного, радостного Нового Года вам, дорогие зрители. От всего сердца, дорогие друзья. Желаю вам нежности, взаимопонимания и всего доброго. Пусть у вас будет как можно меньше разочарований. С Новым Годом! Фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» очень сильно изменил то, как мы отмечаем Новый Год. И не только потому, что эта картина более 40 лет идет по телевизору в новогодние праздники. Именно после этой ленты появилась традиция отмечать этот день не дома или с друзьями, а собираться в ночь с 31 декабря на 1 января всем коллективам. И иногда это приводило к реальным историям, которые были не менее прекрасны, чем сюжеты кино. Новый Год – дело семейное или коллективное? В 56-м, после выхода «Карнавальной ночи», такие вопросы потеряли смысл. Дворцы культуры сражались за звание прототипа киношного клуба. Талия и лицо Людмилы Гурченко превратились в символ рождественской мечты. Девушки копировали ее наряды, а массовики занимались примитивным клонированием ее героини. После «Карнавальной ночи», просто буквально на всех заводах, фабриках, и я присутствовала даже на одном таком вечере, где даже мою роль кто-то играл. И вот в такой степени это было популярно. Именно коллектив, бабы из лучшей стороны братьевы, мы воспитаем в своем коллективе. Только в течение 7,5 секунд зрители «Карнавальной ночи» могли видеть настоящий фасад Дворца культуры, где Лена Крылова и Гриша Кольцов победили товарища Огурцова и обрели друг друга. По прошествии 47 лет здание ДК электролампового завода выглядит не менее величественно. Через три года мы отметим 50-летие фильма, а когда праздновали его 35-летний юбилей, в этом здании сложилась уже не киношная, а реальная «Карнавальная ночь» с не менее романтическими последствиями. Здравствуйте, Брянь. А помнишь, когда ты мне играл, когда мы с тобой встретились? Именно в здании этого ДК молодой актер, который подрабатывал в роли Деда Мороза, в толпе приглашенных 31 декабря на елку от электролампового завода увидел девушку своей мечты. Он оказывал ей всяческие знаки внимания и даже уговорил выступить в конкурсе. Я так сначала смирялась, а потом думала, ну «Карнавальная ночь» как «Карнавальная ночь» и спела вот из фильма. Если вы нахмурясь, выйдете из дома, ну вот это вот все. Ну не как Гурченко, конечно, но не знаю. Наверное, я все-таки спела не очень плохо, потому что я выбрала шампанское. Ну, естественно, я и по блату, потому что она мне понравилась, вручил бы только шампанское как победительницу в конкурсе. Единственное, чего не знала Ирина, это того, как выглядит ее ухажер без маски. Это потом, когда она устроилась в театр помощником режиссера, один артист ей признался, что это он был Дедом Морозом на том празднике, где она встречала Новый год. Почти год их отношения оставались служебными, и вдруг на гастролях случился служебный роман. Но они знают, что календарный отсчет 12 лет своей семьи надо вести от той реальной карнавальной ночи в московском ДК. Там встреча, она как-то вот, как Бекфордов шнур, тлела-тлела и выстрела. Через год у нас такой какой-то бурный роман случился, просто неожиданным для обоих. В конце концов, мы стали мужем и женой. Не сразу, но через год мы где-то пришли к этой мысли, а познакомились с моего там. Так что карнавальная ночь была волшебной. И все современные капустники, вечеринки, отделами, цехами и фирмами это все та же традиция карнавальной ночи. Большой ошибкой будет расстроиться, если новогоднее чудо почему-то не окажется рядом с вами ровно под бой курантов. Это оно просто задерживается. Присмотритесь киноклассики. Главный поцелуй героя случился только под утро. 6 часов 6 минут. Когда Эльдар Рязанов снимал карнавальную ночь, авторитетные мужинам у сфильме говорили, что это будет провал, но они просчитались. В мире с таким дефицитом рождественских сказок для новогодней истории с любовным сюжетом провал почти невозможен. Александр Казакевич, Василий Сергеев, Первый канал. Минуточку, товарищи. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу. Дорогие наши зрители, от имени всех моих коллег я еще раз хочу поздравить вас с Новым Годом. Удачи вам, счастья, любви. Верьте в себя. Все будет хорошо. Новогодняя ночь на Первом канале только начинается. Сегодня вас ждут невероятные сюрпризы. Я уже о некоторых и не знаю. Будьте с нами. До свидания.